Комсомольская правда В официальных мероприятиях примут участие ветераны Великой Отечественной войны Труженики тыла, руководители, законодательные и исполнительные власти Республики Хакасия Военнослужащие, сотрудники силовых структур, представители предприятий и общественных организаций нашей Республики Как мы видим, торжественная церемония началась в Мамериала Воинской Славы в Парке Победы Далее состоится праздничный парад на главной площади столицы Хакасия на Первомайской В прямом эфире вместе с вами сегодня будем мы, Надежда Узунова и Александр Громов Годится, гордится Великой России, великим подвигом и самоотверженностью наших ветеранов Как мы видим, у Вечного Огня выставлен почетный караул, справа от него установлен государственный флаг Российской Федерации Боевое знамя Краснознаменной Позненской железнодорожной бригады и копия боевого знамени Победа 69-я годовщина Великой Победы 69 тысяч наших земляков встали на защиту Родины от самого страшного зла фашизма Домой вернулись меньше половины Ну а мы передаем слово ведущим на площади у Мамериала и будем вместе с вами, уважаемые телезрители и радиослушатели Наблюдать за церемонией, посвященной самой Великой Победе Подвиг бессмертен твой Нам за всеми памятными датами Видится главнейшая одна День, когда весною 45-го На земле закончилась война Отдымили старые пожарища Мирно распускается сирень Но вовек нам не забыть, товарищи Майский день Победный Светлый день Ежегодно Вот уже в течение 69-ти лет 9-го мая В день Великой Победы Во всех городах и селах У Вечного Огня или у памятников На которых высечены имена погибших воинов Мы собираемся вместе с ветеранами Чтобы выразить огромную благодарность Им, отстоявшим победу и независимость нашей Родины От иноземных захватчиков Чтобы низко поклониться Всем, кто не вернулся с этой Великой войны Сегодня день скорби Печали Мужества Веры Памяти И великой благодарности К тем, кто отстоял Родину и свободу От иноземных захватчиков В далеком, трудном, победном, памятном 45-м Нам горькое право сегодня дано На пройденный путь Оглянуться Альши Альши Открывает Церемонию торжественного ритуала памяти С возложением венков и цветов К мемориалу воинской славы Глава Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин Виктор Михайлович Зимин Сороковые Тяжкие годы Года фронтовые Год сорок первый И год сорок пятый Все вы стерпели Вы были солдаты Год 41-й, год 41-й, сбиты границы, натянуты нервы, мало патронов и поле дымится. Год обороны любимой столицы. 42-й год, 42-й год, мы отступаем, хороним героев, громко клянемся у Тихого Дона в том, что вернемся к родимому Дону. В Хакасии не было практически ни одной семьи, которая не отправила бы на фронт защитников Родины. Около 20 тысяч наших земляков за проявленное мужество и героизм были отмечены правительственными наградами. 32 жителя республики стали героями Советского Союза, 15-ти полными кавалерами Ордена Славы, десятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями. Кстати, у Виктора Михайловича Зимина у главы республики на этой страшной войне погиб дед Дмитрий Иванович Зимин. И буквально не дожив до победы всего полтора месяца. Это произошло под Будапештом. И важно, что Виктор Михайлович направил запрос и письмо в Министерство обороны Российской Федерации и нашел могилу его в городе Веспрем, около церкви, куда он ездил и отдал таким образом честь нашему земляку и своему деду. Сегодня очень многие россияне так и находят своих потерянных в этой войне родных. Действительно, никто не забыт, ничто не забыто. Ну, а мы продолжаем следить за церемонией. Год сорок пятый Год сорок пятый Как тебя ждали Дождались солдаты Кто не проснется И те, кто живые Мирное солнце Восходит впервые Сороковые Сороковые Самые тяжелые войны Рядовые Шли сквозь любые бои и невзгоды Сороковые Победные годы Сороковые Сороковые Тяжкие годы Года фронтовые Год сорок первый И год сорок пятый Вы победили Вы были Солдаты Сороковые 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 Субтитры создавал DimaTorzok Великой Отечественной войны и председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Николаевич Штыгашев Ветераны, вас мало осталось Снова смерть пополняет полки Проживите хоть самую малость Продержитесь еще, старики Вы бросались с последней гранаты на врага Штурмовали Берлин Словно кровь погровели закаты Но вы верили, что победим Вы пол света прошли Не жалея Ни себя, да и жизни своим Этих славных побед Эпопея Вся в морщинках На лицах простым Мы вас помним Хоть время иное Только подвиг Вне времени Свят Помним имя На вечно святое Победитель Советский солдат Вспомним с нами отступавших Воевавших год или час Павших Без вести пропавших С кем видались мы хоть раз Провожавших Вновь встречавших Нам попить воды подавших Помолившихся за нас Отгремела война Свой кровавый собрак урожа Сколько лет пронеслось Сколько новых забот пережито Время мчится вперед Время к новым спешит рубежам Но никто не забыт И ничто не забыто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Церемонию ритуала памяти Продолжают глава муниципального образования Город Абакан Николай Генрихович Булакин Председатель Совета депутатов Города Абакана Альберт Юрьевич Тупикин И священнослужители Абаканской епархии Русской Православной Церкви Мы знаем По сбивчивым трудным рассказам О горьком победном пути Поэтому должен Хотя бы наш разум Дорогой страдания пройти Я не напрасно беспокоюсь Чтоб не забылась та война Ведь это память Наша совесть Она как сила нам нужна Примета есть Звезды петучий свет Тревожный признак Чьей-то смерти слева О сколько б звезд Не зринулась в ночи Над теми, что расстреляны в Керчи Над павшими уязвы и в орле Над школьницей, что умерла в петле Над бабьим яром Где за рядом ряд Друзья и земляки лежат Над теми, что от отчих мест вдали Укрыты горсткой Неродной земли Над теми, что в Берлине сражены За две минуты До конца войны Весь млечный путь Безмолвий ночной Осыпался бы Горесом дождем Церемонию возложения венков к мемориалу воинской славы Продолжают Главный федеральный инспектор В республике Хакасия Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации В Сибирском федеральном округе Виктор Иванович Чернышов И руководители силовых министерств И ведомств республики Хакасия Есть в жизни народа Такие суровые дни Что всем поколениям Врезаются в память о ней Нас пламя войны Обожгло в сорок первом году И дымные ветры неслись Предвещая беду Стояли мы насмерть К плечу прижимая плечо И жерла орудий дышали на нас горячо В предчувствии злой Приближавшейся к сердцу беды Не дрогнули мы А теснее сплотили ряды В те годы Над миром нависла дремучая мгла Но правды бессмертной Она заслонить не могла Сквозь горе и слезы Сквозь лютую стужу и зной Пришли мы к победе Сплоченные целью одной Мы знамя свое водрузили На вражьей земле И вспыхнуло утро Для всех, кто томился во мгле Девятого мая Зажглась молодая заря Развернутым стягом Над морем и сушей горя Промчатся столетия Но этот Немеркнущий свет Пробьется к потомкам Сквозь толщу Бесчисленных лет Салют Салют И слава Годовщине На веки памятного дня Салют Победе Что в Берлине Огнем попрала мощь огня Салют Салют Ее большим и малым Творцам Что шли путем одним Ее бойцам и генералам Героям павшим И живым Салют Салют КОНЕЦ 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 На правду! На переднюю! Шага, бар! Шага, бар! На вере! День победы! Шага, бар! Светы и улыбки на тысячах лиц! День Победы, бесстрашным героям, земной наш поклон. День Победы не знает претенок, не знает границ, он принес мир и счастье, тепло и покой в каждый дом. Память о Великой Отечественной войне Будет священной всегда. Эта память вечна, ибо в ней величие нашей истории, Мужество и доброта людей, творящих ее ради жизни на земле. В этот праздник, во имя народа Творца, песни славы в высокое небо летите. Не стареет победа, как наши сердца, не стареет, как наша страна победитель. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, Мы просим вас пройти к автобусам, которые доставят вас на Первомайскую площадь, где в 10 часов состоится театрализованное представление «Салют Победы». Далее эстафету праздничных мероприятий продолжит бал Победы в Драматическом театре имени Леонтова, А с 11 часов на Первомайской площади и в Парке Победы вас ждут выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, а также ставшие традиционными полевые кухни, песни под гитарой, встречи молодежи и ветеранов и многое другое. Через несколько минут, друзья, мы переключимся на главную площадь республики. И обратите внимание, сколько молодых людей сегодня у мемориала. А ведь события на Украине, друзья, они с особой остротой ощущаются сегодня, в День Победы над фашизмом, который никак не должен был проявиться в нашей братской Украине, в степях которой воевали наши деды и прадеды. Я думаю, именно молодое современное поколение сегодня воспринимает День Победы по-особенному, с четким пониманием единства российского народа. И, знаете, очень хочется, чтобы это единство ощутила и Европа. Полностью согласен с тобой, Надежда. Конечно, никак мы не думали и не думали наши ветераны, что Хатынь повторится накануне Великого дня. И это очень страшно. А еще, знаете, наш земляк, наш ветеран, герой Советского Союза, Петр Акимович Рубанов, на сегодняшний день, прошедший всю войну, сегодня живет в Запорожье. Там, где сейчас не разрешено даже проводить парад в честь 9 мая. Там, где сегодня запретили такое словосочетание «Великое Отечественное». Я знаю, что правительство Хакасии поддерживает его и не только в День Победы. И мы поздравляем и его, и всех наших дорогих ветеранов, которые сегодня на Украине, в этот святой день для всех. Просто всем нужен мир для нас, для наших детей, мир, который так тяжело ковали наши ветераны. Мы видим, что народ, люди города Абакана, республики Хакасии, сейчас возлагают цветы к мемориалу. И через несколько минут прямая трансляция перейдет на главную площадь столицы. Мы будем следить вместе с вами за ней. Итак, друзья, напоминаем, это прямая трансляция. С вами Надежда Узунова и Александр Громов. Те, кто сейчас находится у своих экранов, у радиоприемников, мы будем вашими глазами, будем все рассказывать о происходящем. Кстати, Хакасия, именно Хакасия в годы Великой Отечественной войны, знаешь, внесла неоценимый вклад в Дело Победы. В нашей республике располагался военный госпиталь и одна из лучших военных летных школ страны. Сейчас военный госпиталь, это первая школа города Абакана. Ну, честно говоря, я об этом знаю еще вот как раз со школьной скамьи, что действительно во время войны первая школа была одним из лучших госпиталей. К сожалению, рядей поколения наших героев, наших ветеранов, сегодня в Хакасии осталось живых около 700 участников войны. Но мы счастливы, что рядом с нами наша живая память о Великой Отечественной войне, наша гордость, духовно-нравственная опора, пример для нашего подрастающего поколения. Ну, вот ты знаешь, вот от себя лично хочу добавить, что чем старше ты становишься, тем как-то по-другому начинаешь воспринимать этот праздник 9 мая. Я думаю, что сейчас ребятишки, которые учатся в школе, они 9 мая воспринимают как обычный выходной день. А вот когда ты становишься более зрелым и уже начинаешь по-другому оценивать. Плюс ко всему, я думаю, что сегодняшнее 9 мая для многих жителей нашей республики, да и вообще нашей страны в целом, более трепетно они его отмечают по простой причине, то, что сейчас происходит на нашей бывшей стране. На нашей земле, я бы сказала. В целом случае с нашими братьями, с нашими братьями-славянями, я думаю, что это, конечно, недопустимо. И знаешь, вот такие цифры, 69-я годовщина Великой Победы, 69 тысяч наших земляков стали на защиту Родины от самого страшного зла фашизма. И домой вернулось меньше половины. Благодарность павшим на фронтах войны останется навечно в нашей памяти. Каждый год 9 мая мы вместе с коровим и вспоминаем о подвиге наших дедов и отцов. В честь героев войны назвали и улицы, и городов, и сел, республики. Об их подвиге написаны книги и картины. Имена укавечены в памятниках и... В книгах, да, и в книгах. Мы сегодня видим очень много выставочных работ. Картины, выставки проходят именно сегодня, в День Победы, где отмечены боевые заслуги наших ветеранов. И посмотри, вот на площади очень много людей, участников праздника. И, как мы видим, у всех пламенные георгиевские ленты. Символ победы над фашизмом. Приятно, что вот и в столь ранний час, я думаю, что для выходного дня это будет уместно сказано, да, но, тем не менее, сегодня великий праздник. Приятно, что вот в столь ранний час присутствует и очень много молодежи на возложении цветов и венков возле памятника. Кстати, вот мужество и героизм проявляли не только воины, но и хрупкие девушки, которые не колеблись, жертвовали собой во время спасения Родины. Имена, которые ты назвал, это Мария Цуганова, Катя Перекрещенко, действительно далеко известны за пределами Хакасии. И тысячи воинов нашей республики с боями прошли через степи Украины, леса Белоруссии, Прибалтики, сопки Карелии, Болгарии. Они также штурмовали Будапешт, Вену, Кёнигсберг и Берлин. Громили врагов даже в горах Манчжурии и Северной Кореи. Победа в этой войне, это победа и тружеников в тылу, и в тылу, как на фронте, так же было очень тяжело. Наши земляки, в основном женщины, подростки, не зная отдыха, подчинялись вселобщему порыву. Все для фронта, все для победы. Вот как раз мы видим сейчас георгиевские ленты, флаги с этой символикой. И это цвет пороха и огня, который сейчас очень символичен и ярок в цвете последних событий. Друзья, дамы и господа, вот если сейчас у кого-то нет возможности видеть нас по телевидению, вы слушаете нас на волне 105.3 FM, радио РТС и комсомельская правда Абакан. Очень много горожан пришло отдать честь, отдать память и возложить цветы у вечного огня. И у вечного огня выставлен почетный караул, справа от него установлен государственный флаг Российской Федерации. Также проходит сейчас вахта памяти, часовые, которых по окончанию ритуала сменят представители молодежи. Вот справа момента была салютная группа и духовой оркестр, который сейчас уже переместился на Первомайскую площадь под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации Андрея Георгиевича Штарка. Вот уже буквально через несколько минут начнется торжественная церемония на Первомайской площади. Вот сейчас на экране мы видим совсем юного мальчика. Я думаю, что его уже прапрадеды принимали участие в Великой Отечественной войне. То есть действительно, в Хакайсе уже не было практически ни одной семьи, которая не отправила бы на фронт защитника Родины. И около 20 тысяч наших земляков за проявленное мужество и героизм были отмечены правительственными наградами. И 32 жителя республики стали героями Советского Союза. 15 полными кавалерами Ордена Славы, десятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями. Знаешь, вот вообще страшно представить то время, когда вот семьи, жены, дети отпускали своих братьев, мужей, дочерей, отцов на фронт. Но, тем не менее, никто не остался хладнокровным и поехал защищать нашу Родину. Действительно, коснулась это каждой семьи. И сегодня день скорби и памяти. Ты знаешь, вот каждая улица, мы с тобой уже об этом говорили, каждый дом, каждой деревне в городе нашей республики напоминает о Великих Сражениях. Я, к примеру, живу на улице Перятинской дивидии, и в историю она вошла как победоносная краснознаменная дивизия, которая прошла по дорогам войны в общей сложности около 3,5 тысяч километров. И ее боевая судьба связана с существованием крупнейших военных операций в составе Воронежского и Первого Украинского фронтов. И эта дивизия уничтожила свыше 56 тысяч вражеских солдат и офицеров, 204 танка, 10 самоходных пушек, 24 бронетранспортера и более 200 орудий и много другой военной техники. Это я знаю с детства, потому что об этом мне рассказывала и моя бабушка, и далее мама. И я буду однозначно передавать эту историю, этот подвиг своим детям и, надеюсь, внукам. Ты знаешь, мне вообще кажется, на сегодняшний день главным долгом является всех россиян, это передать своим детям, внукам, рассказать то, что происходило во время Великой Отечественной войны. Как нелегко нам далась эта победа. И вообще, что бы произошло, не дай бог, мы, если бы проиграли войне. Просто фашизм, это страшно, страшно и очень страшно, что сейчас в Украине это происходит. Знаешь, мне бы хотелось еще сказать о тружениках тыла, где промышленность наша в те годы именно переключилась на выпуск для нужд советской армии лыж, сани, валенок, полушубков и так далее. И за годы войны в Хакасии дала в стране около 4 тонн угля. В общем, невероятными усилиями тыла и фронта ковалась тяжелая победа над фашистской Германией. Ну что ж, дамы и господа, мы уже на главной площади Хакасии на Первомайской. Именно здесь, через несколько минут, начнется парад, посвященный 69-й годовщине Великой Победы в Отечественной войне. И по инициативе Совета ветеранов с прошлого года главой республики Виктором Зиминым была положена традиция проведения празднования Дня Победы именно здесь, на самой большой площади Хакасии. Считанные секунды и ветераны, наша доблесть и гордость появятся на площади на специально оборудованных трибунах. Сегодня подготовлена праздничная программа торжественного митинга, республиканского праздника «Спасибо за жизнь». И по периметру площади установлены основные образцы вооружения части, дислоцирующиеся в республике Хакасия. Танк Т-72, который разработан и произведен уже в 70-е годы. А также можно увидеть БМП. Боевая машина пехоты на гусеничном ходу. Предназначена для мотострелкового десанта. Экипаж 3 человека и также может разместиться 10 бойцов для огневой поддержки и вступления в бой. Также на площади сегодня в мирных целях присутствует система реактивного залпового огня «Ураган». Именно эта единица техники пришла на смену легендарной «Катюше». Действительно есть чем гордиться. Друзья, мы переключаемся на церемонию Первой майской площади. Радостный и скорбный день Великой Победы. На Первомайской площади сегодня представители промышленных предприятий, учреждений, общественных организаций, наследники Великой Победы. Днем Победы, Абакан! Дорогие друзья, на Первомайскую площадь, на центральную площадь Республики Хакасия уже приходят ветераны. Давайте поприветствуем тех людей, кто, не щадя живота своего, ковал победу. Благодаря кому живо наше государство! Ура! Приветствуем главных героев нашего праздника – ветеранов Великой Отечественной войны! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Слава Отечеству! Слава всем патриотам нашей Родины! Судьба и Родина едины! Ура! Слава героям Отечества! Слава героям Великой Отечественной войны! Слава мужеству! Ура! Слава отцам, передающим свое мастерство сыновьям и внукам! Ура! Мы за светлое будущее! С праздником! С Днем Победы! Прославим делами Россию! Слава ветеранам войны и труженикам тыла! Ура! Мы наследники Великой Победы! Голосуем за процветание России! За процветание Хакасии! За процветание нашего народа! В единстве наша сила! С праздником! Ура! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, дорогие друзья, на Первой Майской площади собираются люди, ветераны уже здесь, при параде, в орденах, на специальных трибунах. Напоминаю, что лучше до Первой Майской площади добраться на общественном транспорте, потому что очень много дорог в нашем городе по причине празднования 9 мая перекрыты. И чтобы не создавать ни удобства ни себе, ни другим участникам дорожного движения, я все-таки рекомендую воспользоваться общественным транспортом. Вы знаете, посмотрите на лица этих счастливых людей, потому что в них выражена и гордость, и одновременно скорбь. По сегодняшней дате 9 мая мы видим сейчас расчетные ряды, мы видим сейчас военных, которые примут участие в данном параде и пройдут торжественным маршем по Первой Майской площади. Особая гордость будет выступление юных кадетов Саиногорского училища. Дорогие друзья, на площадь прибывают новые гости, ветераны Великой Отечественной войны. Низкий им поклон за наше чистое и мирное небо. Ура! Сегодня каждому из нас, детям, внукам, правнукам победителей, дана счастливая возможность сказать спасибо за победу. Низкий поклон вам, солдаты Великой Победы. Ура! Торжества, посвященные 69-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут сегодня в Абакане целый день. Кроме города Абакана, конечно, они пройдут и во всех городах и районах нашей республики. Завершатся торжества праздничным салютом. Спасибо за ваш героизм, за веру и силу духа. С праздником! С Днем Победы! Ура! С Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы! Да здравствуют ветераны Великой Войны! Слава и честь русским воинам! Ура! Дорогие ветераны! Добра, счастья, здоровья вам и вашим близким! Ура! Слава героям Отечества! Здоровья вам! Спасибо за мир! Ура! На трибунах присутствуют не только ветераны, но и труженики тыла. Ведь промышленность в те годы переключилась на выпуск для нужд Советской Армии важных очень вещей для фронта. И вот для сравнения хлебом, выращенным на полях в Хакасии в 1941-1942 годах, можно было накормить в течение года целую армию в миллион человек. С добытой шерстью изготовить валенки для 400 тысяч бойцов. Общими невероятными усилиями тыла и фронта ковалась такая тяжелая победа. И мы, думаю, да расскажем с тобой о том, что еще какая боевая техника присутствует на площади. Потому что мы не рассказали о таком орудии, о таком транспорте, как БТР. БТР действительно на колесном ходу предназначен для мотострелкового десанта. Сегодня на площади торжественно мирно застыла и зенитная самоходная установка 234. Это условное название «Шилка». Это надежная противовоздушная оборона для поражения воздушных целей. Сегодня для жителей Хакасии представлено два альтериорийских орудия, которые отличаются мощностью и калибром для поражения живой и бронированной цели противника. А также... Противотанковое средство, конкурс на базе бронированной машины. И вот эти, кстати, основные образцы вооружения всегда в боевой готовности части, которая дислоцируется в республике Хакасия. Особая гордость, особая важность. Знаешь, такая защита ощущается прямо сейчас, когда в мирных целях наши ребята, маленькие мальчики, девчонки сегодня знакомятся с этой техникой. Ну, ты знаешь, не хочется в такой великий праздник думать о боевой готовности или еще о чем-то. Просто нужно, мне кажется, гордиться и наслаждаться таким чистым и светлым небом и сказать огромное спасибо всем ветеранам. По-моему, даже погода сегодня улыбается и температура воздуха обещает быть плюс 22 градуса днем, поэтому народные гуляния, народные празднования будут продолжаться на всей территории республики Хакасия. Далее мы продолжим вас знакомить с ними, но пока переключаемся на площадь и слово нашим ведущим. Субтитры создавал DimaTorzok Также мы на трибунах видим фотографии своих родственников, которые принесли ветераны, труженики тыла, участники сегодняшнего праздничного мероприятия. И акция эта будет называться «Бессмертный полк». И вы знаете, испытываешь такое сильное ощущение скорби и гордости, когда с портретов смотрят молодые, юные наши сверстники. Дана счастливая возможность сказать спасибо за победу. Низкий поклон вам, солдаты Великой Победы. Ура! Слава героям Отечества! Слава ветеранам Великой Отечественной! Ура! Спасибо, что отстояли нашу родину! Спасибо за то, что вы с честью выдержали испытания! Ура! Как же все-таки здорово, что появилась такая идея создать «Бессмертный полк», и чтобы все видели нашу неугасимую память снова в строю. И мы с нашими героями сегодня ровно в 11 часов утра, после завершения торжественного митинга на Первомайской площади, пройдемся по всем улицам городов России в одно время, ну, только, соответственно, в разных часовых поясах. Эта традиция пришла к нам два года назад с Томска. Это народная традиция, и здорово, что она будет продолжаться и жить в веках у наших потомков, усиливаясь и прославляя память о тех годах Великой Отечественной войны. Ну, я хочу отметить, что вот эта традиция набирает обороты, и причем, по-моему, в прошлом году, если я не ошибаюсь, было 5 тысяч участников в этом мероприятии. В этом году насчитывается уже больше 6 тысяч. Это только по нашему городу. Представляете, 6 тысяч человек. Любой из вас может принять в этом участие. И, может быть, стать больше портретов, потому что, по данным Хакасского республиканского совета ветеранов, за годы войны из Хакасии ушло на фронт около 70 тысяч человек. Из них вернулось всего 38 с половиной тысяч воинов, и более 30 тысяч жителей республики погибли в бою, умерли от раны, болезни, и без вести пропали более половины наших земляков. Ну, я думаю, еще многим нашим радиослушателям, и те, кто смотрит на телеканале, следует напомнить или вообще рассказать кому-то, что такое бессмертный полк. Самое главное, ты знаешь, может быть, продолжить даже традицию такую, ввести ее в свои семьи, готовить эти портреты вместе со своими детьми, готовиться к этому празднику задолго. Вот сейчас мы как раз видим вот эти танки. Технику боевую, о которой вы, точнее, мы вам рассказали немного ранее. Я вчера лично посмотрел, можно сказать, потрогал, ну, не то чтобы впервые в жизни, но, тем не менее, чувство меня гордости за нашу страну, и чувство радости за победу переполняли. И они, вот, я думаю, дали заряд на весь год до следующего празднования 9 мая. А в следующий год у нас будет 70-е годовщина. Да, мы будем готовиться с ней. Не скажу, что так же, вернее, не скажу, что по-особенному, потому что готовимся мы всегда ко Дню Победы по-особенному, потому что это действительно святой праздник для всех россиян. И по инициативе Совета Ветеранов с прошлого года главой республики Виктором Зимином была положена традиция проведения празднования Дня Победы именно здесь, на самой большой площади Хакасии. Думаю, соберется вся республика, и мы будем отмечать, праздновать и гордиться своей страной, гордиться подвигом наших ветеранов. Смотри, какая замечательная картина, когда пожилой участник парада и рядом юный мальчишка, который оба смотрят вперед в светлое будущее, которое для нас ковали наши ветераны. Очень красивая георговская ленточка. Ну, я думаю, что, друзья, если вы вдруг по каким-то причинам еще не поздравили своих бабушек, дедушек, прабабушек, непременно сделайте это лично. Но если нет такой возможности, хотя бы позвоните. Слава Богу, в наше время есть такая возможность связаться с родными и близкими в любых уголках нашей планеты. Мы напоминаем, что через несколько минут, секунд, начнется парад, посвященный 69-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. И вот мы видим, что народ собирается все больше. Мероприятие действительно будет очень зрелищным, потому что подготовка к нему началась задолго до сегодняшнего дня. Мы видели неоднократно репетиции, парадные расчеты. Опять же, я думаю, многие автомобилисты это почувствовали, потому что с перекрытием улиц во время репетиций образовались пробки. Образовались пробки в нашем городе. Но, тем не менее, я уверен, что многие из вас, да и из нас, конечно же, отнеслись к этому с пониманием. Вот совсем уже бабушка в возрасте идет, видимо, со своей дочкой. И это очень почетно, потому что ведут под руки. И как это торжественно и прекрасно, что рядом с ней в такой день находится ее семья. Это организаторы, как мы видим, данного мероприятия. И сейчас ее проведут на трибуны, где через несколько секунд начнется парад. Ветеранам будет все видно. Установлены два экрана. И, кстати, для удобства телезрителей, зрителей и участников праздника, именно в 14.00 по местному времени все желающие могут прийти на Первомайскую площадь и посмотреть главный парад страны, который пройдет на Красной площади в прямом эфире. Поэтому присоединяйтесь с народным гулянием, выходите на улицы на Первомайскую площадь, включайтесь, смотрите вместе с нами, слушайте вместе с нами. Главный праздник нашей страны. День Победы. Я напоминаю, друзья, что мы вещаем на телеканале РТС, а также на радио РТС, 105.3 FM, Абакан. Если у вас нет возможности долго смотреть трансляцию на телевидении, вы можете переключиться, к примеру, в своем автомобиле, на вещание в FM-диапазоне. Еще раз напомню, волна 105.3, РТС-радио. Мы будем вашими глазами рассказывать, что происходит. Чувствуется, что есть, все-таки, несмотря на возраст наших ветеранов, чувствуется, что есть радость в глазах. Друзья, мы возвращаемся на Первомайскую площадь. Они присутствуют здесь сегодня на трибунах. Ура! Сегодня в параде на Первомайской площади примут парадные расчеты Министерства внутренних дел, МЧС, Управление Федеральной службы исправления наказаний. И, конечно, кадеты, те, которые своим молодым и юным примером показывают доблесть нашей Родины и стремление служить своей отчизне. Кстати, в Саинокорске кадеты, они лауреаты многих всероссийских и республиканских конкурсов. И сегодня это особая гордость нашей республики. Также присутствует Валентин Васильевич Полев, председатель Комитета ветеранов войны и военной службы Республики Хакасия. Председатель Совета ветеранов Перятинской дивизии Николай Федорович Арыштаев. Также на трибуне официальные лица. Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Николаевич Тегашев. Приветствуем главу Республики Хакасия, председателя правительства Республики Хакасия Виктора Михайловича Зимина. Республики Хакасия Республики Хакасия Республики Хакасия Анастасия Республики Хакасия Наградила нас она фронтовым содружеством. Не было содружества крепче и родней. Под огнем, под пулями закалялось мужество. 1418 дней. Сколько горя вынесло ваше поколение. Каждый день теряли вы фронтовых друзей. Каждый день. Задумайтесь. День поминовения. 1418 дней. 1418 дней. Много это? Очень, очень много. Дальняя военная дорога, похоронки, слезы матерей. 1418 дней. Как я это выдержал, до сих пор не ведаю. Самому мне встретилось тысячи смертей. Только майский светлый день увенчал победою. 1418 дней. Нами было сделано все во имя Родины. И еще послужим мы Родине своей. Все теперь под силу нам, если нами пройдены 1418 дней. Начало Великой Отечественной. Великая Победа. Две странички календаря. Два дня жизни планеты Земля. Два дня нашей истории. 22 июня. 1941. Солнечный, летний, воскресный день. Привычно просыпается утро. Вместе с утром просыпаются планы и надежды. Этот день набирает ритм. И, казалось, ничто не предвещает грозы. Мирное небо над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица. Песня. А за окном, за окном красота новолуния Шепчутся звуком плакучие ивы Год 41, начало июня Все еще живы, все еще живы Все еще живы, все, все, все Смотрит на Невском с афиши путеса В кинотеатрах идет Волга-Волга Снова Кронштадт провожает матросов Будет учебным поход их недолго А за кормой, за кормой белой ночи Раздумья, Кронь смертельный Но все же бессилен он Сомнение прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Едва огонь угас, звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас Слетает красная ракета Бьет пулемет неутомим И значит нам нужна одна победа Одна на всех мы со ценой не постоим Одна на всех мы со ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный Но все же бессилен он Сомнение прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон От Кузька и Орла война нас довела До самых вражеских ворот такие, брат, дела Когда-нибудь мы вспомним это И не повериться самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех мы со ценой не постоим Одна на всех мы со ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все же бессилен он Сомнение прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Победа всегда выбирает сильнейших И она выбрала солдат, которые стояли за нее насмерть Счастливый миг знамя победы над Рейхстагом соединила всех И в этой победе есть голос сынов Хакасии Ее верных дочерей Всех, кто воевал, кто работал в тылу Кто верил и приближал победу День победы Как он был от нас далек Как в костре под душем таял уголек Были версты, обгорелые пыли Этот день мы приближали как могли Это день победы Это день победы Это день победы Это праздник Сединой он на местах Это праздник Со слезами на глазах День победы День победы День победы Ей не смыкала наша Родина Чей Дни и ночи Битву трудную вели Этот день мы приближали как могли Это день победы Порохом врага Это праздник Сединой он на местах Это праздник Сединой он на местах Эта радость Со слезами на глазах День победы День победы День победы День победы Здравствуй, мама Возвратились мы не все Босиком бы пробежаться по росе Пол Европы Прошагали пол земли Этот день мы приближали как могли Это день победы Порохом врага Это праздник Сединой он на местах Эта радость Со слезами на глазах День победы 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 Спасибо бойцам Великой Отечественной войны, которым посчастливилось уцелеть и самим давать залпы победы. Мы всегда будем помнить о вашем подвиге. Слава Отечеству! Слава достойным наследникам Великой Победы! Ура! Слава героям, защитникам Отечества! Ура! Прославим делами Россию! Слава ветеранам войны и труженикам тыла! Ура! На весна идей и опыт поколений! Сила Хакасии! Сила России! Ура! Слава героям войны! Ура! Слава наследникам Великой Победы! Ура! Молодость, весна, победа! Слава Отечеству, мужеству, жизни! Слава ветеранам войны! Слава достойным наследникам Победы! Ура! Слава и честь советским воинам! Ура! Дорогие друзья! Слово предоставляется главе Республики Хакасия, председателю правительства Республики Хакасия, Виктору Михайловичу Зимину! Дорогие фронтовики! Труженики тыла! Уважаемые земляки и гости Хакасии! Поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Это особая дата в истории России, которую мы свято чтим и храним в наших сердцах! Непомерно, высокой ценой досталось нашему народу эта долгожданная великая победа над сильным и беспощадным врагом! 26 миллионов наших соотечественников за свободу нашей Родины, за освобождение многих стран и народов от гитлеровских захватчиков отдали самое дорогое – свою жизнь! Этот подвиг бессмертен, пока жива память о нем! Судьба любой российской семьи связана с войной! И в каждом доме надо бережно хранить эту героическую и порой очень трагическую историю! Сегодня рядом с нами, на этих трибунах, находятся наши доблестные ветераны-фронтовики! Среди них воины орденоносной Пирятинской дивизии, сформированной в Хакасии, труженики тыла, живые свидетели той жестокой войны и героической победы! Вы выстрадали ее в окопах и кровавых боях с фашистской Германией и Японией, в госпиталях, у станков на заводах и фабриках, в полях, отдавая все! Все свои силы для фронта и для победы! Низкий вам за это поклон от нас и от всех последующих поколений! Дорогие ветераны, горько осознавать, что это страшное зло! Но фашизм и бандеровщина, с которыми вы сражались, проливая кровь, спустя семь десятилетий, после разгрома снова начинает поднимать голову! И не где-нибудь, а на братской нам земле! Знаю, уважаемые фронтовики, что вы особенно остро вместе со всеми жителями нашей многонациональной страны переживаете все, что сейчас творится на Украине! К великому сожалению, сегодня там льется кровь наших братьев. От рук неофашистов гибнут мирные, ни в чем не повинные люди. Эти действия не могут иметь никаких оправданий и заслуживают самого сурового наказания. Время показывает, что многие горячие головы не извлекли уроков прошлого. И в современном мире находится немало тех, кто снова старается возвести в закон преступную идеологию фашизма. Кто хочет исковеркать и переписать историю, вычеркнуть из нее нашу общую победу. Этому не бывать никогда! Родные наши ветераны, желаю вам здоровья! Оставайтесь в строю еще долгие годы и передавайте молодым всю правду о подвиге российского народа в великой победе над фашистскими захватчиками. А ваш священный долг сделать все, чтобы сберечь и защитить эту правду и светлую память о наших воинах-освободителях. Благодарю ветеранов за время и силы, которые вы посвящаете патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Вечная слава, вечная память защитникам Отечества, погибшим в боях, всем, кто отстоял независимость нашей Родины, но не дожил до этих дней. С праздником, земляки! С Днем Победы! Слово предоставляется председателю Верховного Совета Республики Хакасия Владимиру Николаевичу Штыгашеву. Уважаемые наши ветераны, труженики тыла, дорогие земляки, от души и сердечно поздравляю вас с самым светлым праздником Днем Победы. Все дальше отдаляется от нас 9 мая 1945 года. Но подвиг нашего народа, отстоявшего от вражеских посягательств, любимую Родину, никогда не забудется. Солдаты Победы с оружием в руках отстояли свободу и независимость нашей Родины. Война унесла жизни миллионов советских людей. Они пали на полях сражений ради светлого будущего, ради нас с вами. Давайте будем помнить их. Пятая часть жителей Хакасии была призвана в ряды вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны. Около 30 тысяч пали на полях сражений. По сути дела, в каждой семье война коснулась каждой семьи в Хакасии. Помните делать все возможное, чтобы сохранить мир, голубое небо над головой, чтобы юное поколение россиян никогда не знало, что такое война. А всяческие попытки оправдать фашизм были обречены на поражение так же, как 69 лет назад. Наши отцы и деды остановили коричневую чуму. Дорогие друзья, война, Родина, Мать и Бог стали едиными символами, с которыми мы победили. И они стали своеобразной нашей молитвой. Величественный и торжественный день победы всегда будет напоминать нам о том, какой ценой завоеван мир на земле. Наша задача умело, творчески, мудро распорядиться доставшимся нам наследием. Мы должны превратить Россию в сильную, богатую, демократическую державу. И мы это обязательно сделаем. Сегодня страну возглавляет признанный лидер нашей страны, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, которому мы верим и знаем, что он выведет на победные все рубежи нашу Родину. В этот светлый праздничный день желаю жителям Хакасии и особенно нашим ветеранам здоровья, мирного неба, бодрости духа, оптимизма и семейного благополучия. Россия была, есть и будет и всегда одержит победу. С праздником, дорогие друзья! Дорогие друзья, слово предоставляется ветерану Великой Отечественной войны Игорю Ивановичу Транзину. Игорь Иванович воевал на 2-м украинском и на 2-м белорусском фронтах в составе 8-го механизированного корпуса 147-го отдельного саперного батальона во взводе разведки минных полей. Победу встретил на Эльбе в городе Гамбурге. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой степени и многими медалями за боевые заслуги. После войны работал в шахте, награжден медалью «Шахтерская слава». Игорь Иванович, вам слово. Спасибо. Сегодня День Победы. Сегодня 9-го мая. Вы лучше все одеты. Многие говорят о войне и судачат. Одни смеются и радуются, другие плачут. Так встречали первый праздник День Победы наши люди. Уважаемые наши руководители республики, славные жители города Абакана, участники... Нет, вернее. Гости нашего города. От имени Совета ветеранов города Черногорска разрешите поздравить с этим великим праздником вас. Прошли годы, десятилетия, но память о Великой Отечественной войне надолго останется главным событием 20-го века, прошлого столетия. Война была жестокая, масштабная и кровопролитная. 22-го июня пришли одновременно границу нашей страны 40, то есть 4,5 миллиона немецких солдат и офицеров. Кроме того, значит, оккупационные войска, ремонтные войска, снабженческие войска и другие военные организации. На стороне Германии воевали Италия, Венгрия, Румыния и Финляндия. Это было грозное нашествие нашу страну. Казалось, что они сметут все с лица земли. Но наши войска отражали атаки местко-фашистских захватчиков. Фашистские войска сразу почувствовали, что это не прогулка по западноевропейским странам. Они первое время шли в атаку напившиеся шнапсом и засучив руки рукава в рук. Думаю, что они сейчас будут победителями. Но наши войска отражали и мужественно остановили немецко-фашистские войска. Победу добывали не только на фронте, но и непосредственно в тылу. Где бы и наш человек ни был, на фронте, на шахтах, в тылу у врагов, каждый приносил какую-то долю участия в этом войне. Хочу обратиться к нашей молодёжи с напутствием, чтобы они изучали историю Великой Отечественной войны. Чтобы они любили нашу любимую родину и нашу Хакасию. Вы продолжали дело наших отцов, дедов и прадедов. Вы уважительно относились к старшему поколению. Помните, что учиться надо всю жизнь, что техника, наука не стоит на месте. Сейчас нам необходима прежде всего стабильность. Тогда жизнь гораздо лучше, больше лучше улучшится. Но в Украине произошёл военный переворот, и мы, конечно, об этом все с вами переживаем. Бывшие союзники по войне с Германией, это Англия, Америка, Канада, они сейчас превратились в недругов нашей страны. Они всяческими силами помогают бандеровцам, которые ведут войну против своего народа. Необходимо, конечно, крепить нашу оборонную мощность. Помните, что сильных не только уважают и боятся. Вот наши войска, которые вошли непосредственно в Крым, а ведь там было около 20 тысяч участников воинов в Украине, но эти они не посмели нам оказать сопротивление. ИНИ, и НАТО, и другие войска не пошли на помощь, чтобы препятствовать освобождению нашего Украины, и она перешла в состав нашей Родины. Хочу обратиться к нашей молодежи с напутствием. изучайте историю Великой Отечественной войны. Любите нашу Родину, нашу Хакасию, она прекрасна. Продолжайте дело наших отцов и дедов, и прадедов. уважительно относитесь к старшему поколению. Помните, что учиться надо всю свою жизнь, так как наука и техника, она с каждым годом все развивается. еще раз хочу вас поздравить с этим великим праздником. Будьте здоровы, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы не было никогда ужасов этой Великой Отечественной войны. Спасибо, Игорь Иванович. Все помнится, ничто не позабытое. Все помнится, никто не позабыт. И днем, и ночью в чаше из гранита святое пламя трепетно горит. Неугасима память поколений и в память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. Помолчим над памятью друзей, тех, кого мы больше не услышим. Не увидим тех, кто жизнью всей вместе с нами в день грядущий вышел. Помолчим не потому, что нам нечего сказать об уходящих, мы их назовем по именам, как живых, живущих настоящим. Пусть же слово нашего зачин прозвучит, как запевало в хоре, а пока ни слова. Помолчим, затаив потери, боль и горе. Объявляется минута молчания. парад, ранеец, смирно, на пронали, в середине, сом, вниз. pulко project rad и правifa, велик. gan пронали, Вольная парад под государственным флагом Российской Федерации! И знамя победы! Смирно! Равнение на лево! В знаменной группе военнослужащие 5-й отдельной железнодорожной познанской краснознаменной бригады. Командир полковник Королёв. Государственный флаг Российской Федерации несёт капитан Резниченко. Ассистенты капитан Вениченко, капитан Кравченко. Знамя победы в руках капитана Волкова. Ассистенты майор Григорьевич, майор Кармановский. Возглавляет знамённую группу подполковник Логинов. ПОЩИ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Добавил субтитры сделал DimaTorzok Поздравляю вас с 69-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Добавил субтитры сделал DimaTorzok личный состав DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры сделал 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 DimaTorzok В наших семьях описывали историю своих родственников, солдат, рассказывали о герое своей семьи. Эти истории, эти строки писали с благодарностью за подвиг солдат войны. Наш бессмертный полк – это поименный список тех, кто проливал кровь за нашу Родину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 9 мая в 11 часов во всех городах и районах республики стартует акция «Бессмертный полк». Мы знаем, они с нами в этот весенний день, 9 мая, день нового Парада Победы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парад Победы открывает 5-я отдельная железнодорожная Познанская краснознаменная бригада. Боевое знамя 5-й отдельной железнодорожной бригады несет майор Пак, ассистенты майор Коноплев и капитан Лиханов, во главе знаменной группы подполковник Богач. История бригады началась в 1932 году. Ее героизм в полной мере проявился в годы Великой Отечественной. С первых дней войны части 5-й железнодорожной бригады вошли в состав войск Юго-Западного фронта. Бойцы-железнодорожники участвовали в обороне Киева. Они помогали обеспечить бесперебойное движение эшелонов, демонтаж промышленного оборудования, фабрик, заводов, их эвакуацию в глубокий тыл. Героической страницей фронтовой жизни бригады стала битва под Курском. Благодаря мужеству, мастерству, самоотверженности бойцов бригады за короткое время был восстановлен железнодорожный путь. И уже через 11 часов после жестокого обстрела по главному пути Курского узла пошли поезда. Никогда не забудется подвиг бойцов 5-й отдельной железнодорожной бригады в дни прорыва немецкой обороны под Варшавой. Наградой за мужество и героизм стал Орден Красного Знамени. Навсегда останется в нашей памяти героизм бойцов бригады в боях за овладение городом и крепостью Познань. С этого времени она носит почетное имя Познанское. Вот еще факты героизма бригады. За годы войны минеры ее частей отыскали более 46 тысяч мин, установленных противником на железнодорожных путях. 7 тысяч человек награждены орденами и медалями Советского Союза и иностранных государств за отвагу и мужество. И в мирное время 5-я отдельная железнодорожная Познанская краснознаменная бригада с честью несла и несет имя бригады героической. Сразу после войны она принимала непосредственное участие в реконструкции участков железных дорог Урала, в строительстве трассы мужества Ивдель-Обь, железной дороги Решот и Арамиль и вторых путей железных дорог Абакан-Тайшет, Абакан-Междуреченск. Хранителями традиции победителей стали новое поколение защитников Родины, тех, кто охраняет нашу жизнь и небо над головой. На площади представители МЧС они предупреждают опасные для жизни людей ситуации, а в случае необходимости участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Для этих людей характерна сила духа, решительность и надежность – часть беды. На площади в парадном расчете сотрудники Министерства внутренних дел Республики Хакасия. Личный состав органов внутренних дел Республики насчитывает более трех тысяч сотрудников. Представители всех подразделений МВД Хакасии днем и ночью несут нелегкую, а порой опасную службу защищают покой граждан. И каждый сотрудник МВД понимает, от его работы зависит не только безопасность жителей и гостей Хакасии, но и стабильное развитие экономики. Каждый из вас делает жизнь Республики комфортней, обеспечивает охрану общественного порядка, выявляет и пресекает правонарушения и преступления. Каждый вносит вклад в развитие Хакасии. Особыми почестами окружены сегодня в МВД Хакасии ветераны правоохранительных органов, тех, кто сражался за свободу нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны. На нашем празднике в парадном расчете идут сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказания по Республике Хакасия. Личный состав уголовной исполнительной системы по Хакасии сегодня насчитывает свыше полутора тысяч сотрудников. Есть среди них особо отличившиеся. Это сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний, тех, кто принимал участие в контррористических операциях на Северном Кавказе. За добросовестное выполнение служебного долга, поставленных задач, многие офицеры, прапорщики и сержанты награждены правительствами и ведомственными наградами. В деятельности ветеранской организации Управления Федеральной службы исполнения наказаний Хакасии принимают активное участие четверо фронтовиков, прошедших всю Великую Отечественную. За героизм, мужество и отвагу они были награждены орденами и медалями нашей Родины. Ветераны сегодня в строю. На личном примере беззаветной преданности Родине активно участвуют в воспитании молодого поколения сотрудников Управления. На нашем параде юное поколение защитников Идут наследники Великой Победы Всех их объединяет любовь к Родине Верность славным традициям Истории Отчизны В парадном строю кадеты Саиногорской средней общеобразовательной школы номер 3 имени героя Сергея Медведева Сегодня в этой школе 28 специализированных классов В них учатся 684 кадета Кадетов Хакасии отличает желание хорошо учиться активность в постижении наук, творчестве Саиногорские кадеты лауреаты многих всероссийских и республиканских конкурсов Активные участники городских общественно значимых мероприятий и событий Общая команда на левее Глава Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин благодарит личный состав подразделений принявших участие в праздничном параде в лице командиров подразделений Начальник штаба, подполковник Панарин Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что ж, дамы и господа, на Первой Майской площади завершилась первая праздничная программа сегодняшнего Великого дня, посвященная 69-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. И в эти минуты стартует акция «Бессмертный полк» во всех городах и селах Хакасии. Гражданская акция, народная акция. И вы знаете, испытываешь такое сильное ощущение скорби и гордости, когда с портретов смотрят молодые, юные наши сверстники. И как же это здорово, что появилась такая идея создать «Бессмертный полк», чтобы все видели нашу неугасаемую память снова в строю. И мы с нашими героями вместе на улицах сегодня всех городов России. Весь день праздничные мероприятия будут проходить и в Парке Победы. А программу «Спасибо за жизнь» на Первой Майской площади продолжает выступление творческих коллективов. Для удобства жителей Республики Хакасия на Первой Майской площади весь день будут работать светодиодные экраны. И с их помощью жители Хакасии смогут увидеть прямое включение с Красной площади в Москве, где в 14.00 по местному времени состоится торжественный парад. А в 22.50 небо над столицей украсит праздничный салют. Мы всех приглашаем на Первомайскую площадь. С вами в прямом эфире в этот праздничный день были Александр Громов и Надежда Узунова. С праздником, дорогие друзья, с праздником, уважаемые телезрители и радиослушатели. С Днем Великой Победы! С Днем Великой Победы! С Днем Великой Победы! Спасибо, родные за то, что взяли победу в бою! С Днем Великой Победы! Спасибо, родные за то, что взяли победу в бою! Днем Великой Победы! Субтитры создавал DimaTorzok